Этот атомоход назван в честь легендарного ледокола Арктика, ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении. Сегодняшняя Арктика на 90% состоит из российских комплектующих. Его гордость и его сердце – реакторная установка «Ритм-200». На борту ледокола «Пионера» серии 4.2.0 головного атомохода проекта – как всегда обычная рабочая обстановка. На его плечах задачи по проводке сотен судов по оживленным трассам Северного морского пути. Работа здесь ведется 365 дней в году. Танкеры с газом и нефтью не остановила ни пандемия, ни айсберги в виде санкций. Ведь идут караваны в Европу к главному потребителю российских энергоресурсов. Хорошо, так держать. Первый в мире ледокол арктического класса «Ермак» был построен в Англии для России в 1899 году. Для его работы требовались около сотни тонн угля в сутки и более полсотни кочегаров. В штате Арктики с двумя ядерными реакторами на борту весь экипаж составляет 54 человека. Закончили проводку газовоза на юге морского канала. Газовоз пошел с обеду. Мы в ожидании очередного газовоза с обеда груженого выбираем место для дежурства, стоянки и идем в гараж. В гараж? В гараж. Что такое гараж в терминологии арктической? Это вот такие вот надежные объятия Арктики в виде арктического льда, в который мы сделали себе туда заход, норку. Чему именно вот на этом отрезке обской губы так нужна помощь атомного ледокола в проводке? Узкость стесненная. То есть если ледоколы атомные работают на просторах, где глубины, большие берега далеко, только препятствие лед и выбор маршрута. Здесь река, канал прорыт, дорога только одна, ни влево, ни вправо. И еще такой немаловажный фактор, как ветер. Здесь он достигает 40 метров в секунду. Вот в таких условиях осуществляются ледовые проводки в Арктике. Погода меняется здесь стремительно. По прогнозам до 27 метров в секунду сегодня ветер, а еще пару минут назад был полный штиль. Погода в Арктике меняется несколько раз в день. И палубы атомохода покрываются льдом за считанные часы. Также и лед к вечеру затягивает коркой пробитой еще утром полыньи. В Арктике оптимизация во всем. В настоящий момент мы осуществляем ледовую проводку гигантского газовоза Георгия Ушаков. И на его борту сейчас из порта Сабетова французские мантуа перевозят, только вдумайтесь в эту цифру, 75 тысяч тонн природного газа. Причем замороженного. Если бы он был просто сжиженным, то понадобилось бы 5 таких судов. В Росатомфлоте сделали ставку на универсальные двухосадочные ледоколы. Малые глубины им не помеха. И в устье Обской губы, и на выходе в Карское море они чувствуют себя комфортно. Арктика первая в пятерке гигантов этой серии. В планах в ближайшие пять лет со стапелей современной России сойдет больше атомоходов, чем за 50 лет советской истории. Мечта любого человека, кто оказывается в Арктике, выйти на лед. Но сделать это удается далеко не всегда, потому что необходима серьезная разведка. Подбирается сначала подходящее поле, где толщина льда больше одного метра. Затем боцман первым вступает на лед, осматривает площадку. Цель нашей сегодняшней высадки – это внешний осмотр корпуса атомного ледокола на предмет повреждений и контроль осадки. Вот что значит этот профессиональный термин, мы сейчас узнаем. Длина атомохода 173 метра, ширина 34. Он способен пробивать канал для проводки судов шириною 50 метров. Если я правильно понимаю, атомоход Арктика универсален потому, что вот как раз те самые осадки, они позволяют ходить как на мелкой воде, так и на глубокой. Именно поэтому в этом уникальность этого атомохода. Да, так. Он может работать на малой осадке – 9,3 метра. И максимальная у него рабочая – 10,5 метров. То есть при этих осадках мы получаем хорошую ледопроходимость и можем работать на мелких участках сибирских рек. Конечно, во льду ледокол себя будет ощущать лучше, когда он глубже посажен. Чем ледокол тяжелее, тем сложнее его остановить, тем сложнее льду ему препятствовать. Но в устьях сибирских рек на больших осадках работать практически не представляется возможным. И для этого мы можем уменьшить свою осадку. Когда Арктик работает эвакуатором, здесь все понятно. Мощности этого ледокола хватает для того, чтобы вытащить любое судно. Кто может выступить в роли эвакуатора Арктики? Нам не нужен эвакуатор. Мы в случае даже полного блокаута можем запустить свои резервные дизель-генераторы и на них отработать. То есть мы, наоборот, судно-спасатель. Нам помощь не нужна. Максимальный ущерб, который могут нанести торосы гиганту – это повреждение лакокрасочного покрытия. Обычное ТО. Как шутят среди экипажа, маникюр Арктика делает лишь раз в год. Суммарная мощность атомохода – 60 мегаватт. Это 81,5 тысяча лошадиных сил. А отвечают за это два ядерных реактора «Ритм-200». На центральном посту управления всегда несут вахту инженеры. Я веду обработку данных по эксплуатации реакторной установки, чтобы потом это все внести в годовой отчет. Я знаю, в каких диапазонах должны они находиться. Если выходит за пределы диапазона регулирования, диапазона поддержания температуры и давления, она вместо зеленого цвета загорится желтым или красным. Система проинформирует меня звуковой и световой сигнализацией. Владимир стажируется на старшего вахтенного механика на Арктике. До этого он работал и на Ленине, и на Войгаче, и на Таймыре. Автоматика есть круче. На более высоком уровне. Нюансы есть. Ну, как обычно, всегда новые ледоколы, они немножко сыроваты. Потихонечку все это подтягивается, работает. Даже не каждому члену экипажа удается побывать в реакторном отсеке самого большого атомного ледокола в мире. Когда я узнала, что могу быть первой женщиной, кто зайдет туда, где бьется сердце ритма 200, то упустить эту возможность просто не могла. К среду я вас жду. Подготовил для вас оперативный дозиметр. Специфик атомной отрасли. Невозможно оказаться у действующего атомного реактора без обязательного инструктажа, индивидуального дозиметра с собой и, конечно, одноразовой одежды. Даже тапочки, проходя по бесконечным коридорам, приходится менять несколько раз. Вот он под нами, ритм 200. Это непосредственно корпус реактора, и вы можете видеть системы, которые его обслуживают. Для того, чтобы убедиться, что находиться здесь безопасно, в такой непосредственной близости, мы можем измерить радиационный фон. У нас для этого с собой есть дозиметр. Его еще называют счетчик Гейгера. Вот смотрите, здесь показания 0,8 микрозиверта в час. Подносим чуть ближе. Незначительные колебания, чуть-чуть увеличиваются показания. В общем, это фон, не превышающий излучение в салоне самолета во время перелета. Реакторная установка расположена в помещении 7 на 7 метров. Сама активная зона около метра в диаметре. В парогенерирующих кассетах, они размещены внутри корпуса ритма, образуется пар. Он попадает в турбину. А турбина, вращая генератор, вырабатывает электричество. Отработанный же пар сбрасывается в конденсатор, где превращается в воду, а она идет к реакторной установке и так по кругу. Почти вечный двигатель. Атомный ледокол от обычных ледоколов отличает именно эта большая автономность и большая маневренность. Мы можем порядка 20-30 секунд от нуля до 100% реализовать всю свою стопроцентную мощность, как на передний ход, так и на задний. Ледокол нашего проекта может работать без перезарядки практически 6-7 лет. Если сравнивать, например, с ледоколом Виктор Черномырдин, то там мощность порядка 40 мегаватт. Вы представляете, это сколько машин должно разом работать в нашем городе, например, и выбрасывать выхлопы. Это же огромное количество углекислого газа. А ледокол атомный, он практически безопасен для природы. Обычно у каждого медведя какая-то территория есть своя, которая обхаживает свои владения. Хищник чувствует, что есть где добыча, чувствует ее за много-много-много километров. К ней следует, всегда подходит со стороны подветренной. И действия ваши тогда какие, если на пути белый медведь? Мы стараемся этих случаев избегать. То есть на мостике ледокола атомного идет постоянное наблюдение с помощью всех имеющихся средств. Акцент на визуальное наблюдение. Радары есть, бинокли есть. Стараемся как можно зловеренно их увидеть, посмотреть, куда он побежал, в какую сторону. Мы ориентируемся, куда мы можем сманевровать, по необходимости сбавить ход. Это ТПК термопреобразователь. Стажер электромеханика Анна на Арктике только месяц. Говорит, что медведей смотреть некогда. Слишком много работы. Да, работа очень интересная, но бывают сложности, так как не хватает физической силы. Для этого нам и нужны мужчины. Когда у нас была учеба, обязательная стажировка, там практика должна была быть каждый год. Никто девочек не хотел брать на судно, никто не хотел брать на работу. Но вот с 2021 года вышел закон о том, что женщинам разрешено работать в машинном отделении. И многие мои коллеги сейчас уже, это механики, электромеханики, вовсю врываются в разные компании, в такие же мужские коллективы, где их принимают, и также наравне с ними общаются. Наравне эта Анна, конечно, скромничает. Помимо нее на борту атомохода всего три женщины. И они, конечно, окружены повышенным вниманием и заботой всего экипажа. Мужчины каждый по-своему демонстрирует свои таланты. Кто на спортивной арене? Любовь нечаянно наглянет! Кто за инструментом? Итальянский композитор Людовик Айнауди в свое время записал эту композицию, элегию для Арктики, на отколовшейся льдине, желая тем самым привлечь внимание мира к проблеме таяния ледников. Но в Росатомфлоте уверены, в регионе, где климат считается одним из самых суровых на планете, помощь судам на Северном морском пути была нужна и сто лет назад, нужна сегодня и будет необходима еще через сто. А свою элегию только начинают писать Арктика и Сибирь, через несколько лет к ним присоединятся Урал, Якутия и Чукотка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова